Добрый вечер! Добавляем телефон прямого эфира открытой студии 376-4588. Адрес для ваших обращений через интернет www.studiodefi41.com для программы «Открытая студия». И сегодня мы обсуждаем вопросы подготовки города ко Дню Великой Победы. Что будет в программе праздника? Расскажем также о детском отдыхе, есть ли еще путевки в загородные и городские лагеря, и о медицине, как улучшить работу поликлиник. Ну а прямо сейчас мы запускаем интерактивное голосование. Как вы будете отмечать День Великой Победы? Так сегодня звучит вопрос. Присоединяйтесь к нашей программе, его телефоны для голосования. Если 9 мая вы планируете посмотреть военный парад на площади и салют, звоните 278-001. Если планов у вас пока нет, но, скорее всего, останетесь дома, будете следить за мероприятиями, например, по телевизору, набирайте 278-002. И третий вариант для тех, кто планирует на празднике уехать за город. Если это ваш выбор, звоните 278-003. Михаил Николаевич, ну действительно, активная подготовка сейчас идет к подготовке Великой Победы. Что уже в программе праздника? Потому что программа сформирована. Действительно, это так. Программа основных мероприятий в городе Екатеринбурге была утверждена постановлением администрации города. И Александр Мунч Якоб, глава администрации, уже 1 апреля подписал это постановление и утвердил программу основных мероприятий празднования. Она, конечно, очень разнообразная программа. В принципе, и весь месяц апрель, и весь месяц май мы, безусловно, связываем с Днем Победы, с 9 мая. И в целом в городе Екатеринбурге пройдет около 500 различных мероприятий. Только спортивных мероприятий свыше 100 пройдет. Но таких вот центральных городских состоится чуть более 30. Вот как раз они и утверждены непосредственно постановлением администрации города. Кроме того, в каждом районе глава администрации района подписал собственное постановление, которым также утверждены мероприятия празднования Дня Победы. Мы, безусловно, готовимся к этому празднику. И когда я говорю о том, что подписано постановление, хотя это не единственный организующий документ, ибо в канун праздника принимаются решения по движению общественного транспорта, принимается документ, связанный с проведением спортивных мероприятий, принимается документ с ограничением движения транспорта в связи с проведением репетиции военного парада и так далее. В том числе на сегодняшний день подписан приказ командующего центральным военным округом о проведении парада войск Екатеринбургского гарнизона. То есть в этом смысле мы всегда считали и считаем, что одно из центральных, а может быть самое главное центральное мероприятие празднования Дня Победы, это, конечно же, военный парад, который состоится и в городе Екатеринбурге. И начнется он традиционно, как и во все предыдущие годы, в 10.00 местного времени. И в этом году парад начнется в 10.00 утра на площади 1905 года. Более того, сегодня уже проводятся репетиции, в частности, на площади 1905 года. И первая такая репетиция прошла 22 апреля. Вторая репетиция пройдет 26 апреля. И третья заключительная репетиция состоится 6 мая. Те, кто 9 мая, например, не сможет прийти и посмотреть парад, на генеральную репетицию сможет попасть? Мы, в частности, предложили командующим центральным военным округом использовать ту трибуну, которую мы устанавливаем на площади 1905 года. Устанавливаем ее, прежде всего, конечно же, для ветеранов, для ветеранской общественности на 600 мест. Использовать, может быть, в день проведения генеральной репетиции 6 мая. Ну и допустить на площадь 1905 года особо желающих, так скажем, посмотреть в вечернее ночное время на генеральную репетицию. Потому что генеральная репетиция – это, по сути, копия того парада, который будет проходить 9 мая. Сегодня военными, в том числе командующим, рассматривается вопрос. Он не решен до конца. Я это сразу оговорюсь. Но рассматривается вопрос, в том числе, и об участии военной авиационной техники. То есть пролет авиационной техники, вертолетов и самолетов, который возможен тоже будет и в этом году, как и в прошлом году, когда мы отмечали 70 лет со дня победы. Но, конечно, гражданские иные мероприятия, которые мы сегодня готовим, они пройдут в городе Екатеринбурге, практически начиная с 1 мая по 10-е включительно. И основные из мероприятий празднования, они будут заключаться и выражаться в том, что мы, безусловно, должны, мы считаем это своей обязанностью, своим долгом, прийти к местам, к могилам, к обелискам, к памятникам, к мемориалам и поклониться как павшим, ушедшим из жизни людям, которые отдали в том числе свою жизнь за победу, так и сказать добрые слова в адрес сегодня еще живущих ветеранов в городе Екатеринбурге. Их сегодня не так много осталось. 1828 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в городе Екатеринбурге и чуть больше 16 тысяч тружеников тыла. Конечно, в прошлом году мы оперировали цифрой около 22 тысяч, но вот в этом году я цифры назвал, обозначил. И более того, конечно, мы учитываем возраст сегодняшних ветеранов, участников войны, им всем за 90. Мы прекрасно понимаем, что в большинстве своем вряд ли они смогут посетить мероприятие празднования Дня Победы. Но если вдруг человек придет. Да, безусловно. Вот для этого мы устанавливаем на площади 1905 года трибуну, для этого будет работать там отряд волонтеров, и любой ветеран, который появится на площади 1905 года, значит, он будет приглашен на эту трибуну. Вне зависимости, есть у него пропуск или у лица сопровождающего его, или нет у него пропуска. Эту функцию, эту задачу будут выполнять вот эти волонтеры. Безусловно, как я уже сказал, что в каждом районе, не только в городской администрации пройдут приемы ветеранов, в каждом районе пройдет прием ветеранов. И, безусловно, мы ветеранов приглашаем поучаствовать в митингах памяти, в акциях возложения венков, цветов к могилам, обелискам, памятникам. И в том числе, вот скажем, в Верхосецком районе центральное такое мероприятие состоится на Визовской площади у обелиска славы павшим визовцам. В Железнодорожном районе такое мероприятие пройдет у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Вот, допустим, в Кировском районе есть такое мемориальное захоронение на Михайловском кладбище. И там традиционно проходит районный митинг памяти. В Ленинском районе это памятник воинам-спортсменам. Значит, в Октябрьском районе площадь обороны, памятник Седой Урал. Там пройдет мероприятие, посвященное памяти и, так сказать, юбилея, победе. Значит, в Ворженикиевском районе это на Уралмашевской площади мемориал, посвященный, так сказать, уралмашевцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на Химаше. На площади перед Химашем тоже есть такой обелиск. Вот, конечно, одно из центральных и главных мероприятий пройдет непосредственно 9 мая в 8.30 утра на Ширикореченском мемориале. Я думаю, жители города хорошо помнят, что в прошлом году администрация города провела очень серьезную реконструкцию этого комплекса. В том числе на этом комплексе была зажжена чаша с огнем, с вечным огнем. И, конечно, вот одна из центральных акций памяти, она состоится 9 мая на Ширикореченском мемориале. Все мы считаем, что это наш долг, наша обязанность подготовить вот эти мероприятия, предложить их горожанам, предложить горожанам поучаствовать в них, потому что с нашей точки зрения это очень важно, с точки зрения преемственности поколений. И это очень важно с точки зрения благодарности и благодарности ветеранам, которые сегодня еще живы. И это очень важно с точки зрения памяти в целом о Великой Отечественной войне, чтобы такого в будущем больше никогда не произошло. А в традиционном уже для нашего города, для всей страны акции «Бессмертный полк» сколько горожан пока планируют дать участие? По сегодняшним данным предполагается около 14 тысяч екатеринбуржцев пожелали предварительно поучаствовать в этой акции «Бессмертный полк». И в общем и целом, судя по прошлым годам, у меня лично нет сомнений, что жители города Екатеринбурга очень активно поучаствуют в этой акции «Бессмертный полк». В данном случае работа идет активно. Колонна «Бессмертный полк» будет выстраиваться по улице Толмачева. Мы в этом году, администрация города, оказываем поддержку, помощь организационную. В том числе хотим максимально предусмотреть все возможные вещи, связанные с тем, чтобы люди, стоя там по два часа, по полтора часа, ну, во-первых, чтобы могли попить чаю, покушать каши, чтобы было достаточное количество туалетов там. Потом мы собираемся поставить несколько телевизионных экранов, чтобы люди, в том числе, могли, ну, как бы не быть оторванными, чтобы они могли видеть, что происходит на площади 1905 года, что вот идет парад, и сразу после парада планируется прохождение «Бессмертного полка». 376-4588 – это телефон прямого эфира, открытой студии. Нам дозвонилась Елена. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня возник вопрос, просматривая вот сейчас передачу, прозвучала фраза, что ветеран, если появятся на площади, то им обязательно найдут место. Поскольку ветеран мало, а зная не понаслышке, что ветераны все готовы там быть, неужели не завозь подвоз ветеранов именно туда? Можно даже за счет предприятий города, я думаю, предприятие найдет одно или два автомобильных средства, чтобы подвезти ветеранов, потому что многие ветераны не появятся лишь по одной причине, они здесь могут добраться в возраст, и вот их жизнь не позволит это сделать. Заранее подготовиться, может быть, так еще Елена предлагает, к кому обратиться? Вы знаете, мне кажется, что, ну, во-первых, главой администрации города принято решение о бесплатном проезде в общественном транспорте всех ветеранов 9 мая. Конечно, я бы этот вопрос в первую очередь адресовал родственникам, все-таки. Хотя я знаю, что есть у нас предприятия, которые не потеряли связь с ветеранами, которые трудились на этих предприятиях, заводах, и они в том числе вот этот вариант прорабатывают и делают его. То есть из районов, допустим, ветеранов везут на широкореченский мемориал, а широкореченского мемориала этими же автобусами многих ветеранов доставляют на площадь 1905 года. Родственники могут заранее обратиться, например, в комитет, позвонить куда-то, да, по делам ветеранов и узнать информацию дополнительно? Могут обратиться в совет ветеранов, узнать информацию, могут обратиться в администрацию района, поинтересоваться этим вопросом и, может быть, даже попросить какой-то помощи и поддержки. Вопрос от Сергея, который пришел на адрес нашей электронной почты. Военная техника будет ли защищена каким-то образом, чтобы не портить дороги? Да, это было одно из, ну, если хотите, условий или одно из самых главных пожеланий администрации города к военным, к центральному военному округу, к командующему. И командующий принял такое решение. И сегодня даже репетиции проходят при том условии, что техника гусеничная, одета в резиновые башмаки. Естественно, что именно в таком же состоянии техника будет принимать участие в военном параде 9 мая. Валерий спрашивает, во сколько состоится салют 9 мая? Ну вот мы и в этом году обратились к командующему центральным военным округом перенести салют с 22.00 на 22.30. То есть мы каждый год аргументируем эту нашу просьбу тем, что в 22.00 еще светло достаточно в городе Екатеринбурге. И, соответственно, салют и фейерверк не приносят того эффекта, если хотите. Он все равно такой несет эмоциональный заряд, эмоциональный эффект. Но происходит это в том случае, когда уже все-таки достаточно темно. И командующий согласился с нашими аргументами. И салют и фейерверк будет производиться в 22.30 в городе Екатеринбурге. Производится салют и фейерверк будет на традиционном месте, над городским прудом, над гладью городского пруда, со стороны стадиона «Динамо». В этом году мы приняли решение, что мы фейерверком разбавим несколько салют. То есть, если, думаю, жители города помнят, что когда салют сначала отстреливают военные, каждый выстрел происходит через 30 секунд. И вот как бы выстрел произошел, 30 секунд пауза. Выстрел произошел, 30 секунд пауза. Значит, мы в этом году решили вот в эти 30-секундные паузы добавить фейерверка. За счет этого фейерверк, может быть, будет не 25-27 минут, а будет, допустим, 17 минут. Но эти 17 минут будут такие, знаете, полнокровные, насыщенные и запоминающиеся. Мне и нам кажется, что это, в общем, мы приняли правильное решение. Будет ли продлена работа общественного транспорта? Да, такое решение уже принято главой администрации города. Значит, работа общественного транспорта будет продлена до часу ночи, в том числе и метро. И в том числе традиционно мы производим накопление общественного транспорта. И сразу после заключения фейерверка и салюта в 23 часа горожанам, желающим уехать домой на общественном транспорте, такая возможность будет предоставлена. 3-7-6-45-8-8, это телефон прямого эфира, открытая студия. Нам дозвонилась Надежда Ивановна. Добрый вечер, мы вас слушаем. У меня такой вопрос. В каждом районе также проходят митинги, посвященные Дню Победы. А почему нельзя на этих митингах районных провести акцию «Бессмертный полк»? Ведь не все могут поехать на городское мероприятие и стоять там по 3-4 часа. Очень сложно. А вот в этих районах можно было пройти. Мы приходим с портретами, но стоим в толпе. Нам не разрешают проходить, ссылаясь на решение администрации города. Локально в районе возможно ли это? Вообще, я должен сказать изначально, что «Бессмертный полк» – это общественная инициатива. И в данном случае администрация города Екатеринбурга все эти годы помогала в проведении этой акции. Но мы не вмешивались в принятие каких-то таких решений. То есть, это тот общественный совет, который занимается проведением акции, должен принять такие решения. Мы просто знаем, что у людей к власти не всегда однозначное, не всегда положительное отношение. И когда власть принимает решение, люди реагируют по-одному. Когда решение принимается, допустим, каким-то общественным советом, люди реагируют по-другому. В данном случае мы пытались все эти годы несколько быть рядом, но в то же время в стороне. То есть, мы не берем на себя морального права принимать какие-то решения, разделить «Бессмертный полк» по семи районам или проводить его в целом в городе. Поэтому, на мой взгляд, этот разговор имеет право на жизнь, он возможен, но с непосредственными организаторами этой акции. Тем более, вы сказали, что в этом году и можно будет организовать точки питания небольшие, и краны будут. Да, вот это мы будем помогать, чтобы люди, которые приходят поучаствовать в «Бессмертном полку», особенно в прошлом году, допустим, некоторым тем, кто пришел первыми, им пришлось 2 и 2,5 часа находиться на улице Толмачева. Была очень, скажем так, не лучшая погода в прошлом году. То есть, опыт учли, и теперь ситуация будет изменена. Да, да. И поэтому мы будем, конечно, делать пребывание людей на месте дислокации более комфортным. Но вмешиваться в то, куда идти «Бессмертному полку», делить его на район или нет, мы не планируем. Михаил Николаевич, несколько вопросов от наших телезрителей, которые к нам пришли на адрес электронной почты. Они не относятся к теме празднования Дня Великой Победы. Тема касается загородного отдыха детей в летних лагерях. В этом году какие возможности есть? Откроются ли новые лагеря? Я расскажу о наших возможностях. Потому что, конечно, удовлетворить на все 100% вряд ли мы сможем. Тем более, что мы почувствовали в этом году, количество заявлений поступило больше, чем в прошлые годы. Наверное, это связано в том числе и с тем, что кризисная ситуация. Во-первых, у людей сложно с финансами. Они не могут себе позволить, допустим, выехать по России на те же курорты. И условия в лагерях соответствующие верные. Заграничные все вот эти выезды и поездки тоже многие прекращены. И, конечно, люди пытаются сориентироваться на месте. Значит, каким образом сделать так, чтобы ребенок в том числе смог отдохнуть. Тем не менее, у администрации города есть определенные возможности. И они выражаются и заключаются в том, что в этом году в городе будет открыто 16 муниципальных загородных оздоровительных учреждений. Это на один больше, чем в прошлом году. Мы в этом году выкупаем загородный лагерь у Ростелекома, лагерь «Буревестник». И запускаем его с 1 июня. Тем не менее, мы ставим задачу каждому муниципальному лагерю отработать не 3 смены, а 4 смены. То есть, очень плотный будет график заездов, выездов. И ставим задачу отработать 4 смены. И при всем при этом наши 16 лагерей загородных способны принять где-то 12,5 тысяч детей. Но путевок уже нет в загородные лагеря. Да. Ну, с 1 апреля была объявлена возможность о подаче заявлений на путевку. Мы на 16 апреля получили почти 17 тысяч заявлений. 17 тысяч заявлений. Новшеством оздоровительной кампании этого года будет такой момент, он связан с тем, что мы, как собственники этих лагерей, мы решили из оборота изъять до 25% путевок и отдать их на нашу совместную работу с профсоюзными организациями. То есть, для трудящихся нашего же города Екатеринбурга, но через профсоюзные комитеты. И на организацию профильных смен. Мы все-таки посчитали, что у городской администрации должна быть возможность поощрять лучших. Я имею в виду лучших в учебе, лучших в спорте. И поэтому будут организовываться вот такие профильные смены. И для этого мы часть путевок изъяли, и они будут формироваться из лучших спортсменов, отличников. Некое поощрение. Да, ребят, которые достигли в художественном образовании каких-то больших высот, ну и так далее. У нас есть телефонный звонок 376-4588, телефон прямого эфира. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, как вас зовут, представьтесь. Вы меня Тихомиров, Геннадий Алексеевич. Да, очень приятно говорить, Геннадий Алексеевич. Я хотел бы задать вопрос такой, задай его, вернее. Вот завод имени Калинина эвакуирован в годы войны из Подлипок в город Свердловск. А я, как сын своих родителей, вместе с этим эшелоном ехали от Москвы до Свердловска. И до сих пор я, как говорится, всю жизнь проработал на этом заводе, наследственно, как говорится. И вот тема была затронута, ну, где-то полгода назад, дети войны. Так вот, мне бы хотелось, чтобы что-то прозвучало в дни подготовки к этой городовщине. Вот отец мой и мать работали и приехали с заводом и с техникой. Отец дистрофию пережил нас двоих. Да, спасибо, мы услышали ваш вопрос. Помощь детям войны, как можно принять участие в каких-то мероприятиях? Что здесь город делает? Абсолютно такое же участие, как и всем остальным горожанам. Более того, вот мы считаем, что в прошлом году мы после реконструкции серьезной широкореческого мемориального комплекса и зажжение там чаши вечного огня сделали в городе Екатеринбурге место преклонения всем. То есть и участникам войны, и детям войны, значит, и труженикам тыла, ну и так далее. По крайней мере в этих шести рельефах, которые изготовлены художественным фондом и установлены на широкореченском мемориальном комплексе, значит, вот они рассказывают абсолютно обо всех категориях. Вот в последние годы как-то вот появляется, вот мы дети войны, давайте построим памятник. Мы дети, родители которых не вернулись с войны, давайте наш свой памятник. Значит, мы там ветераны такие-то, давайте нам свой памятник. В нашем понимании все-таки вот в городе Екатеринбурге сегодня есть такое место преклонения, оно единое, оно единое. Ну и кроме того, мы не снимаем со счетов и все остальные памятники, которые у нас есть в городе Екатеринбурге, более того, мы ухаживаем за ними, мы очень серьезно их все отремонтировали в прошлом году к 70-летию, а в этом году мы ставим перед собой задачу, соответственно, все вот места, памятные в городе Екатеринбурге, значит, соответственно, привести в соответствующий порядок перед Днем Победы. Мы в целом ставим себе задачу навести порядок в городе Екатеринбурге, значит, вот до первомайских уже праздников. К сожалению, большому вот несколько сорвался субботник 23 апреля, но я надеюсь, что на этой неделе погода позволит, а жители города Екатеринбурга все-таки откликнутся на призыв администрации города и поучаствуют или в пятницу, или в другие дни и, так сказать, сделают ту работу, которую планировали. Пришло время подвести итоги интерактивного голосования. Мы спрашивали вас сегодня, как вы будете отмечать День Великой Победы. Вот какие у нас результаты. 24% аудиторий готовы уехать из города на майские праздники, 33% будут следить за мероприятиями и, возможно, по телевизору останутся дома, но и большинство нашей аудитории, 43%, готовы прийти и на парад, и посмотреть салют, принять участие в торжествах в честь 9 мая. Короткий комментарий есть у вас? Я очень рад вот такому результату опроса, такому отклику горожан. Будет работать много площадок в городе. Мы будем, конечно, горожан ждать. Спасибо, до свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»